Здравствуйте! Вы смотрите передачу «Альтернативы» из нового цикла программ, которые еженедельно будут выходить в эфир на вашем региональном телеканале. Вместе с вами, уважаемые телезрители, и с нашими коллегами, журналистами из 10 районов Молдовы, мы попытаемся ответить на вопрос, что и как делать, чтобы жить лучше, жить как в Европе. Иметь высокооплачиваемую работу, новые дороги, хорошие школы, качественные товары, компетентных врачей, грамотных руководителей – это нормальные желания. Все это и входит в понятие «достойная жизнь». А вот быть трудолюбивым народом и жить так, как мы живем сегодня – это совсем ненормально. Европейцы не работают больше нас, но, видно, работают как-то по-другому, если живут лучше. Значит, в первую очередь необходимо разобраться, что же мешает нам приблизиться к европейскому уровню жизни. Необходимо рассуждать и обсуждать, необходимы идеи, много идей, чтобы было из чего выбирать. Все эти цели и преследуют новый цикл программ «Альтернативы». Давайте пройдем этот путь вместе, и пусть каждый сделает вывод для себя, к чему он стремится и чего хочет достичь. Приятного всем просмотра! Сегодня мы выходим в эфир из студии АТВ города Камрад. Тема передачи – модернизация инфраструктуры водоснабжения и канализации. Без этих двух составляющих невозможно говорить о нормальном качестве жизни человека. Обеспечение этого качества является приоритетом в государствах стран Евросоюза. В Молдове доступа к воде не имеет около 50% населения, и примерно 90% из них – это сельские жители. Что же необходимо предпринять на всех уровнях, чтобы наши граждане могли круглосуточно получать чистую, безопасную для здоровья воду и пользоваться современной системой водоотведения? Эти вопросы мы сегодня будем обсуждать вместе с нашими гостями. Александром Тарнавским, заместителем председателя Народного собрания Гагаузии, Верой Гагауз, директором муниципального предприятия «Су-канал» и Сергеем Анастасовым, примаром города Камрад. Здравствуйте, уважаемые участники! Добро пожаловать в студию! Эта передача выходит в формате телемоста, и я рада приветствовать гостей, которые находятся сейчас в Кишиневской студии. Это Серафима Тронза, начальник управления менеджмента воды Министерства окружающей среды Республики Молдова, и Андрей Кантемир, национальный координатор программ в области воды и здоровья Швейцарского агентства развития и сотрудничества. Здравствуйте, уважаемые участники! Прежде чем мы приступим к обсуждению темы передачи, я предлагаю посмотреть опрос, который провели на улицах Камрата журналисты студии АТВ. Из ответов людей станет понятно, насколько проблемы водоснабжения и водоотведения их волнуют, и каким аспектам проблемы необходимо уделять самое пристальное внимание. Часто течи по городу, это что? Значит, канализация или водопровод прорывается, мы остаемся без воды. Вензавод бросают на фонтаны, грязь до неимоверности, скотину нельзя держать, чтобы выпил глоток воды. Все пользуются водопроводами, канализацией, и хотелось бы, чтобы вода была почище, потому что недавно, когда открыл экран, то появились черви. Все поступают во власть, чтобы вступить в власти, и только вступить в власть, все обещают, но ничего не делают, и делать не будет. Никогда не будет, при любой власти не будет делано, потому что если мы не имеем свои деньги, нам чужие деньги не помогут. Большие проблемы, потому что нет общей канализации, я не знаю, когда, все обещают, обещают. Были различные тоже и разговоры, и уже и решение какое-то намечалось, потом оно сорвалось, не знаю, на каком этапе, почему, но это нужно решать. Это необходимо решать для города. Мне кажется, не решается, потому что нету средств. Без средств ничего нельзя делать, и это не какие-то тысячи, там миллионы, мне так кажется. Откуда взять деньги и это сделать все? Ну, я думаю, что надо в городе раз и надолго-долго, потому что сейчас технологии, которые делаются, они делаются, можно сказать, что на сто лет, потому что пластиковые. Надо раз весь город изрыть, сделать канализационную систему и провести две ветки воды. Вот такой опрос. Господин Анастасов, вы совсем недавно занимаете пост градоначальника. Услышали ли вы в высказываниях горожан что-то новое для себя? Да, естественно, слышал я во время предвыборной кампании. Единственное, горожане не сказали о том, что 70% воды они воруют через дворы, через эти... И те трассы, которые, к сожалению, были установлены ими, и не государством, как это должно было быть в нормальном государстве, они тоже нехорошего качества, очень низкого качества, где предприятие СУКаналы вынуждено ежедневно ремонтировать и выезжать на трассы. В день бывает до 8 аварий. Буквально у нас вчера была авария, то есть в каждом... Сегодня вот на улице Третьякова тоже авария. И вот это ежедневно. Но первая проблема для того, чтобы вода была той цены, которая должна быть, потому что сегодня, если взять цену для экономических агентов, это месяц канализации 80 лей на тракторе, и можно привезти дешевле сегодня воду. Поэтому, естественно, что цена не является той, которая должна быть. Но первая причина – это воровство. Ну вот о цене, о тарифах на воду мы обязательно поговорим в ходе передачи. Почему-то этот аспект люди не упомянули. Но вот из тех проблем, что были названы, какие в состоянии решить местная власть? Эти проблемы будут решаться после того, как мы сейчас уже приобретаем прибор, который будет определять те трассы, которые нелегально заложены. Потому что без этого прибора и без того, чтобы хотя бы у нас сегодня оплачивалось за 50% выкачиваемой воды из су-канала, то мы не сможем сегодня решать никаких проблем. Потому что сегодня, если делать новые трассы, это все стоит средства. Это нужно вкладывать огромные средства. Для этого мы должны сделать сам су-канал окупаемым. Сегодня у нас приходят многие компании, которые хотят купить наш су-канал, и в том же случае хотят не повышать цену, сделать его эффективным. То есть это говорит о хорошем менеджменте, хорошем управлении. То есть сегодня это богом данное предприятие, которое должно быть сегодня окупаемым. Для этого нужно немножко времени. Поэтому я вижу сегодня навести порядок сначала с хищением. Только после этого нужно начинать делать. Корень всех проблем. Корень всех проблем. Потому что это 50% охищается. Мы не можем сделать сегодня никаких трасс, ни канализации, ничего. Понятно. Господин Тарнавский, вы долгое время были заместителем примара и вопросами водоснабжения занимались достаточно активно. Но наверняка вы согласитесь с тем, что и несколько лет назад, и сейчас люди поднимают одни и те же вопросы. Почему, на ваш взгляд, они не решаются и от кого зависит скорость их решения? Тут, на мой взгляд, есть субъективные причины, есть объективные. Значит, субъективные у нас в государстве в Республике Молдова система водоснабжения и водоотведения отдана местным органам власти. То есть государство, в принципе, абстрагировалось от этой проблемы. Вам кажется, это правильно? Это глубокая тема и можно поспорить, правильно это или неправильно. Мы говорим о том, что есть на самом деле. И местные органы власти фактически в одиночку занимаются этой проблемой. И самое главное, что тарифы на водоснабжение и водоотведение утверждают местные советы. Вы знаете, что когда человека избирают люди, ему довольно сложно голосовать за повышение тарифов, потому что он фактически волю народа привносит во власть. Поэтому иногда тарифы искусственно занижаются, не повышаются, и, соответственно, предприятие набирает, генерирует убытки и, соответственно, не может выполнять свою функцию. Это субъективная причина. Вторая причина, она более глубокая, она объективная, что все-таки после того, как великая страна распалась, вот почему-то в те времена системе водоотведения, системе водоснабжения небольшое внимание уделялось. И фактически инфраструктура сетей, не только муниципальных предприятий, а Соконал, я думаю, такая же ситуация в других секторах и районах Республики Молдова, изношенная изначально. Поэтому эта отрасль требует очень больших капиталовложений. Благодаря турецкому проекту стоимостью 15 миллионов долларов в Камрате система водоснабжения создана, которую мы сейчас имеем, но 15 миллионов долларов – это фантастическая сумма для местных органов власти, неподъемная ни для Камрата, ни для Гагаузи, да, и нашей Республики Молдова в целом. Поэтому для того, чтобы примар сказал, что важная проблема – это то, что сверхплановые потери, но второе – нужны капиталовложения. Их невозможно осуществить за счет тарифа, потому что люди бедствуют и не смогут оплачивать еще и инвестиции, чтобы осуществлять в это предприятие. Даже если еще повысить тариф? Безусловно. У нас тариф только покрывает текущие расходы предприятия. Для того, чтобы осуществлять инвестиционную деятельность, нужны внешние источники финансирования. У нас в Республике Молдова их практически нет, и мне очень приятно, что есть координатор швейцарского агентства по развитию в системе водоснабжения. И нам очень жаль, что почему-то Юг, и в частности Гагаузия, пока не в сфере внимания этого агентства, а больше Северный, Центральный районный. Наверное, это предмет нашего будущего сотрудничества с этим агентством. Я вам обещаю, что чуть больше у вас будет возможности дать этот вопрос непосредственно участнику из Кишиневской студии. У меня следующий вопрос, госпожа Гагауз. Вот наши предыдущие участники говорили о том, что тарифы не соответствуют себестоимости воды, о том, что тарифы недостаточно высокие. А какие они все-таки на сегодняшний день в Камрате? 16 лей платят за воду, 16 лей платят за канализацию. А себестоимость одного куба воды какова? Вот мы сделали анализ этого года, значит, себестоимость до 22 лей. Почему так много? Не столько потерь. Очень много аварий в день. Не столько потерь, сколько аварий. Мы вот буквально в пятницу делали аварии на Фрунзе, недалеко. Сегодня опять мы вернулись к Фрунзе. Три аварии. Аварии из-за чего? Из-за лишенности сетей? Ну да. Люди построили сети, началось строительство сетей 60-е годы. Эти трубы давно вышли из строя. Понимаете? Люди строили все это хаотично. Через огороды, без тех условий. Сегодня заниматься потерями или ловить людей, которые воруют эту воду, это очень тяжелый вариант. Очень тяжело. Делаем. Делаем все возможное. Иногда бывает после кларирования, особенно бывает до 17 аварий в день. Вчера было 8. Первые часы октября ожидается кларирование. Мы не знаем, сколько аварий будет. Ну, о том, что в муниципальном предприятии «Соканал» очень сложная финансовая ситуация. Это хорошо известно и городским властям, и самим жителям города. Видите, они даже в ходе опроса говорили о том, что они понимают, что такие проблемы существуют. Но из вышеназванных проблем наверняка есть те, которые не требуют глобальных финансовых затрат. Можете ли вы как-то их решить? Мы решаем вопрос. Мы никогда не обращаемся в ее... Ну, например, вот по улучшению качества воды. Вот там несколько... Женщин говорили о том, что недостаточно хорошее качество, и они буквально опасаются пить такую воду. Дело в том, что мы каждый год, два раза в год, кларируем воду. Мы кларируем ее в первые часы октября, и кларируем ее в мае месяце. У нас всегда идеальная вода. Мы каждый месяц сдаем анализы СанПИД. И у нас нет таких анализов, что были плохие. То есть вы не согласны с этими обвинениями, которые были высказаны? Ну, нет, конечно. Дело в том, что мы собственными силами и благодаря примарии подключили микрорайон геофизика к Чакмаданской воде. Мы подключили микрорайон ДЭУ к Чакмаданской воде. У нас идеальная вода за Элпугом на ветвечебнице. И построили новую скважину. Не пробурили, она была, но мы ее, как бы, реконструкцию сделали, восстановили ее. Там идеальная вода. Там никогда нет замечания СанПИДа. У нас единственный микрорайон остался, где более-менее такая вода, это микрорайон Пацаева. Ну, я думаю, что может быть, примария немножко поможет, может быть, и городские власти, и районные власти, и сполком поможет, чтобы там тоже заменить скважину, заменить насос. Я думаю, что... Качество воды напрямую связано из состояния самих труб. Из самих труб зависит качество воды. Если мы делаем 8 аварий в день, или после хлорирования делаем 17 аварий в день, и эта хлорка все это съедает, то, естественно, что вот эта ржавчина, это все, что накапливается, оседает на стенке этих труб, все это потом... Да, и хлорированием проблемы не решить. Не решить. Уважаемые участники, вот каждый из вас говорил о том, что сделано, или что еще планируется сделать для того, чтобы люди в Камраде получали чистую воду, чтобы они получали ее круглосуточно, по нормальному тарифу. Но эта проблема возникла не сегодня, она уже годами стоит остро на повестке дня. Я предлагаю сейчас посмотреть сюжет, который подготовили журналисты студии АТВ. И из этого сюжета будет понятно, как на разных этапах проблема решалась, и каковы перспективы на сегодняшний день для ее решения. Пожалуйста, сюжет. Техническое состояние водопроводных и канализационных сетей нашего города – это проблема, которая волнует и жителей Камрада, и городские власти на протяжении многих лет. За последние годы руководством примарея муниципия Камрад предпринимались различные варианты реконструкции водопроводных и канализационных сетей. Однако до сих пор эта проблема не решена. У нас проблемы сейчас идут прямо по этому участку, где мы сейчас стоим. Метров 50 у нас очень даже сильно забит коллектор, который втекает в самотечный коллектор. Вот этот участок от колодца до колодца где-то 55 метров, и она вся забита. Поэтому решили выпрямить вот этот участок, который идёт прямо по Третьяково, и соединяемся с самотечным коллектором. Вопрос водопровода и канализационных сетей в городе не один раз рассматривался в муниципальном совете. Года три назад эта проблема могла бы быть решена, когда примарея города нашла инвестора, который готов был вложить свои частные средства и поменять полностью канализационную систему в городе. Однако некоторые народные избранники выступили против такого решения. И проблема так и осталась нерешённой. А камрачане сегодня имеют то, что имеют. Только времени этот вопрос обсуждается как бы на уровне примарии и муниципального совета. Почему всё-таки мы не внесли предложение, чтобы провести опрос и чтобы жители сказали, сдавать в концессию услуги водоставжения и канализации или не сдавать? Проблема отсутствия водопроводных сетей и канализации в городе приводит к ряду других проблем. Это грунтовые воды, которые поднимаются после дождей и заливают огороды людей, дома и подвалы. Подвал полный. Всё плавает. Картошка плавает. Уже подняли на сантиметров 30-40 в высоту. Всё равно полный в воде. Всё в воде. Водопроводные и канализационные сети в городе Камрад были построены в 60-е годы прошлого столетия. Неудивительно, что за это время техническое состояние ухудшилось. Канализационные сети пришли в негодность и постоянно требуют ремонта. Однако частичные ремонты не решают данную проблему. Старый коллектор постоянно забивается стоками, а на ремонт требуются новые вложения. Нам достались канализационные сети в таком очень плачевном состоянии, что, можно сказать, после того, как мы обследовали самотечный коллектор, в том числе и очистные сооружения, конечно, это всё печально. Очень печально. При тех ремонтах, которые мы стали производить, чётко понимаем, что латать дыры – это вкладывать деньги в никуда. Конечно же, решить эту проблему для нашего города, который сегодня является столицей автономии, лицом Гагаузии, жизненно необходимо в самые короткие сроки. Силами примарии и муниципального предприятия «Суканал» здесь не обойтись. Нужны серьёзные инвестиции. Чиновники города это понимают и знают. Однако сегодня – век новых технологий, когда страна равняется на развитые европейские страны, а люди хотят жить достойно, проблема воды должна быть у руководства региона и местных властей на первом месте. А какой путь изберут – им решать. Главное, чтобы граждане имели возможность круглосуточно пользоваться качественной, недорогой водой. Начало очень странное для цивилизованного человека цифра. Только 20% горожан имеют доступ к системе водопровода и канализации. Это действительно так? Нет. У нас 90% обеспечены водой и 30% канализацией. Это цифры те, которые есть у нас сегодня. А как в таком случае решают свои бытовые нужды остальные жители? Остальные решают так, как решали в советское время. Это септики, это воду привозить на транспорте, у кого нет воды. Но мы шаг за шагом решаем. По-моему, даже в этом году мы уже не вступили в должность, у нас уже около 400 погонных метров новых трасс водоснабжения. Мы уже провели. За счёт городского бюджета? Естественно, да. То есть здесь городской бюджет участвует в те времена. Мы, я вижу, проблему решения водоснабжения и канализации. Это, в первую очередь, нам нужно искоренить воровство. На втором месте, это техническое оснащение. То есть идти по тому пути, по которому выбирает инвестор, который хочет закупить наши готовые системы водоснабжения. А, кстати, вы с этим согласны? Нет, я не согласен. Мы должны сами навести порядок, навести менеджмент. В первую очередь, начать с того штатного расписания, которое у них есть. Если мы сегодня хотим иметь действительно нормальное предприятие, мы должны, выехав в Галац, или куда обычно едут наши, изучить точно такое же предприятие, какое у них штатное расписание, оттуда начинается. Какое техническое оснащение? То есть вам кажется, что штат раздут? Нет, нам не кажется. Он раздут у нас везде, во всей Молдове, начиная с примареи, где я сегодня работаю. То есть он не только в Суканале или в ПЖКХ, или он в Республике Молдова, начиная с депутатов парламента. Не может быть 101 депутат, но такое маленькое население. Поэтому он везде раздут. У нас сегодня производительность труда очень низкая. Везде. Это нужно признать. И сегодня, когда приходит там инвестор, он должен вложить огромные средства, чтобы выкупив у нас Суканал, выкупив, значит он должен выплатить огромные средства. После этого он должен еще вложить, а у нас он уже есть, нам подарили его. Вы видите разницу или нет? Значит нам остается на всего лишь 30% работу сделать, в основании с того, как он должен сделать 70%. И вы думаете, что вы справитесь? Естественно, мы для этого и пришли. С собственными силами? Если не собственными, то будут гранты. Гранты искать. Если не гранты, нам выгоднее сегодня взять долгосрочный кредит. Если у нас сегодня 70% потерь, то это какая сумма, вероятно? Это, наверное, сумма около десятки миллионов лей. Потерь. Так мне выгодно и кредит сегодня взять и платить не 10 миллионов лей, а с 10 миллионов лей 7% на доллары или на 18% на лей. Это, наверное, выгоднее. Вот с этого и начинается сам менеджмент. Почему иностранец приходит, он может сделать, а мы приходим и жалуемся. Госпожа Гагаус, вы также согласны с тем, что штат вашего предприятия раздут? Можно сократить расходы путем сокращения штата? Нет. Не согласны? То есть у вас именно столько сотрудников, сколько вам требуется сегодня? Сегодня, если бы в городе, сегодня 16 километров только труб канализации, это 30%. 16 километров, водопроводу 120 километров, 8 тысяч абонентов. Понимаете? Если сегодня построить еще 120 километров труб канализации в городе, предприятие можно поднять, увеличиться доход и заменить те 16, которые были проложены 50 лет назад. Понимаете? Навести порядок. Вот начинать с мизера. Вот с мизера начинать. Тогда, может быть, можно и говорить о каких-то сокращениях, об уменьшении, а когда сегодня 17 аварий или 8 аварий в день, из тех 50 старей, что у нас сегодня работают? Естественно. Здесь я согласен с ней. Мы говорим о будущем. О будущем? Конечно. То есть это не дело сегодняшнего дня? Не дело сегодняшнего дня. Естественно. 17 аварий в день и людей сокращать. И если сегодня говорить о том, чтобы провести новую канализацию, трубопровод, то надо заказать проект. Только что мы видели сюжет, выступал наш работник. Идет реконструкция на стоматичном коллекторе. Больше 10 лет я работаю на данном предприятии, и этот вопрос не решается. Мы имеем очень большие убытки на этом предприятии. В плане, что... Кто же тормозит решение вопроса? Никто не тормозит. Сегодня нет таких денег. Сегодня нет такого инвестора, который придет это сделать. Понимаете? Вот господин Тарнавский предложил такой вариант. Поехать в какую-то развитую европейскую страну, изучить опыт их работы. Вы что-то подобное пытались предпринять? Мы были 3 месяца назад. Где конкретно? Я была в Бухаристии. Я была в Галакции. Я была в Ясах. Есть нам, к чему учиться у них? Да. Сравнить их неочистные, то, что у нас есть. В Озии Кирсово это... Понимаете? Если там все из нержавейки, очистные сооружения, и рядом стоит забор из сетки Рябица, и здесь детский сад, то о чем можно говорить? И сам педстанц это позволяет? Господин Тарнавский, давайте все-таки вернемся к перспективе сдачи предприятия в концессию. На этой архивной съемке были показаны события где-то трехлетней давности. В то время вы были заместителем Примара. И какова была ваша позиция по этому вопросу? Значит, этим проектом занимались несколько лет. То есть сперва готовилась технико-экономическое обоснование. Несколько раз специалисты приезжали, профильные эксперты Европейского Союза в этом направлении. Наш АПО-канал, работники АПО-канала, СУ-канала и работники Примарии выезжали в соседнюю страну для того, чтобы изучить их опыт внедрения таких проектов. И мы тогда, мы еще раз повторяем, что концессия это не продажа, а все-таки долгосрочная аренда. И согласно технико-экономическому обоснованию, действительно инвестор должен был инвестировать необходимые средства и с определенного периода времени выйти, конечно, на точку безубыточности и зарабатывать деньги. Значит, в чем разница между нами и вот этими хорошими примерами, о которых мы говорим, Галации и Бухаресте в том, что Румыния член Европейского Союза, и я уверен, что там вначале были инвестированы огромные средства Европейского Союза в улучшение инфраструктуры, чего у нас, к сожалению, нет. Поэтому, безусловно, не хочется, чтобы к нам приходил чужой, да, хозяин и наводил здесь порядок. Но учитывая ту степень нищеты, в которой мы находимся, к сожалению, я это говорю с гору, потому что спам являюсь гражданином этой страны, нам казалось, что это был лучший вариант для того, чтобы пришел инвестор инвестировать и средства, люди могли подключиться к системе канализации и улучшить вот эту ситуацию. Я вам один пример приведу в Гагузии, который кажется более хороший, чем у нас. Был взят кредит Европейского банка реконструкции и развития в Чедролунском районе и внедрен проект по улучшению системы водоотведения, водоснабжения в нескольких национальных пунктах. Так вот, мы сейчас сталкиваемся с проблемой, что люди не могут возвращать этот кредит, потому что тарифы становятся настолько высокими, кредит был взят в евро, что люди начинают отказываться от этой услуги. Поэтому наше было мнение, что без концессии в то время нельзя было разрешить этот вопрос, потому что даже кредитные долгие, долгосрочные кредиты, взятые в иностранной валюте, учитывая нашу нестабильность экономики, сложно будет возвращать. Поэтому единственный путь, раз уже ушли от вопроса концессии, раз были недовольные люди, мы не хотели идти против воли народа. Это то, что говорит сейчас Сергей Ильич, улучшение менеджмента и привлечение внебюджетных средств. Без этого, к сожалению, у нас не получится реанимировать это предприятие за счет наших потребителей. Спасибо. А сейчас я хочу обратиться к участникам, находящимся в центральной Кишиневской студии. Уважаемые эксперты, вот вы видели сюжет, вы поняли, какая ситуация в Камраде. Помимо всего прочего, что мы обсуждали только что, и тарифы, и качество воды, и менеджмент правильный, и сдача предприятия в концессию, невозможно обойти вниманием и такой аспект, как возможность экологической катастрофы в этом регионе. Госпожа Тронза, как вы думаете, как можно предотвратить эту экологическую катастрофу и кто что должен сделать для того, чтобы этого не случилось? Я бы хотела вначале отметить роль Министерства окружающей среды в секторе водоснабжения и канализации. За последние годы мы разработали и утвердили стратегию водоснабжения и санитации. Постановление правительства 199 от 20 марта 2014 года уже начали внедрение частично этой стратегии, так как прошло некоторое время, были привлечены инвестиции. Говорили о проекте Чадерлунга, который был пару лет назад начат, в этом году он заканчивается, все строительные работы уже окончены. В районе Чадерлунга были получены более 7 миллионов евро. В этом проекте, который составляет 30 миллионов евро от Европейского банка реконструкции, от Инвестиционного европейского банка и от Европейского фонда инвестиций, из которых 10 миллионов нужно возвращать 6 районам. 10 миллионов мы получили грант от Европейского союза в этом проекте. И 10 миллионов евро возвращает государство, правительство Республики Молдова через государственный бюджет. Успешно были проведены все работы. Люди получили качественную питьевую воду в этом проекте. Был принят закон об услугах водоснабжения и канализации в 2013 году, который предусматривает создание Национального агентства по регулированию в энергетике для регулирования вот этой политики по тарифам. Здесь хочу отметить, что каждое предприятие по водоканалу должен иметь обмен опытом с другими по территории Республики Молдова. Хочу выделить район Флорешты, который имеет большие успехи, автоматизации, потери воды в сетях и так далее. Свой следующий вопрос задам не я, как ведущая этой передачи, а задаст наш участник, господин Тарнавский. Ваш вопрос адресован представителю швейцарского агентства по сотрудничеству и развитию. Я хотел иметь представитель министерства задать вначале. А, и представитель министерства. Пожалуйста, это ваше право. Добрый вечер. У меня такой вопрос господи Тронзе как представителю министерства окружающей среды. Мы, во-первых, благодарны, что были реализованы несколько грантовых проектов с помощью Национального экологического фонда. Но один из важнейших проектов, связанных с реконструкцией очистных сооружений, к сожалению, в настоящее время застопорился. Из 25 миллионов, которые мы проект выиграли на реконструкцию очистных сооружений, выделены только первые полтора миллионов. И вот дальнейшее развитие не идет. А для муниципия Камрад, для ее жителей важнейшей проблемой, которая грозит перерасти в экологическую катастрофу не только для нас, но и для соседней страны Украины, является именно реконструкция очистных сооружений. Вот скажите, пожалуйста, почему не получается продвинуть вопрос с дальнейшим финансированием уже выигранного проекта? Спасибо за вопрос. Я думаю, что это нужно конкретно прийти в Министерство окружающей среды, фонд, экологический фонд, и мы выясним все вопросы. Сейчас я не готова ответить конкретно на этот вопрос. Что касается сброса источных вод неочищенных, значит, я знаю, что предприятие водоканала Камрата должна иметь инспекцию, которая проверяет все промышленные предприятия, имеет право на отбор проб, имеет право на штрафные санкции, чтобы предотвратить сброс в горсую канализацию именно промышленных, загрязненных, токсичных источных вод. Ждем вас в Министерстве. Спасибо. Наш следующий вопрос к господину Кантемеху. Да, добрый день, добрый вечер. Значит, мы знакомы со Свейцарским агентством по развитию, благодаря вашему помощи и агентству АПАСАН мы внедрили несколько проектов в Гагрузии. Но вот, к сожалению, наши предложения по подключению к системе водоснабжения двух населенных пунктов, это село Карбалия и село Киритлунга, которые не имеют до настоящего времени централизованного водоснабжения, остались без ответа. И нам сказали, что у нас на юге, в этих населенных пунктах, вода очень низкого качества. Мы знаем, что вы активно работаете в центре республики, мы знаем, что вы активно помогаете населенным пунктам на севере Молдовы. Не могли бы вы в свои приоритеты включить и юг республики Молдова, в частности Гагрузию, которая сталкивается с самыми большими проблемами в системе водоснабжения в целом в республике Молдова? Спасибо. Добрый вечер. Я постараюсь ответить очень кратко на ваш вопрос. Каждый донор, который работает в Молдове, имеет, как говорится, свою нишу. Вы должны правильно понять, что донор – это не банк, как Европейский банк по развитию или Мировой банк, который приходит и смотрит на большие проекты, чтобы они с точки зрения денег были выгодны. Мы, швейцарское агентство, как и другие доноры, работаем в Молдове, имея цель, чтобы демонстрировать какие-то модели, которые дают эффект и которые могут прижиться в контексте Молдовы. То есть такое отличие идет от доноров, которые приходят с грантами, с деньгами, которые не надо их потом возвращать от банков, которые приходят с большими деньгами, которые вкладывают эти деньги, но потом Молдова или, допустим, региональные власти должны их возвращать. Что касается швейцарского агентства, то наша ниша на протяжении много лет была именно маленькие села, населенные пункты. Те населенные пункты, которые в случае объективных причин не имеют возможности подключаться в ближайшее время к региональным сетям водоснабжения или канализации. И целью интервенции швейцарского агентства в Молдове, как я сказал, являлась, чтобы доказать властям Республики Молдова на национальном уровне, на региональном уровне, на местном уровне, что эти системы, которые мы развили, которые пилотировали, они могут прижиться, они могут работать, они могут дать эффект наряду с этими большими системами водоснабжения, региональные системы, которые, допустим, являются в поле зрения министерства и таких банков, как Европейский банк или Мировой банк. В последнее время швейцарское агентство включило в план работы, в стратегию работы на ближайшие 4 года проекты, которые имеют эффект на весь сектор водоснабжения и канализации. Не только пилотировать какие-то модели менеджмента или, допустим, модели водоснабжения или канализации через наш проект, который вы упомянули, называется АПАСАН или вода и канализация, водоснабжение и канализация, но в последнее время мы хотим именно проекты, которые дают импульс системе, чтобы вот эти изменения к лучшему произошли во всей системе водоснабжения и канализации. И такой проект у нас буквально в октябре, я думаю, до конца октября на 4 года. Хороший проект на 4 или 5 миллионов евро он начнется и этот проект имеет цель, как и вы подчеркнули, и люди, которые были опрошены в Камрате, мы видели, что корень проблемы находится именно в плохом менеджменте, в плохом управлении. Вот здесь надо менять все. Мы понимаем, что не хватает много денег, много инвестиций, потому что вы сами сказали, что трубы текут и канализации и так далее, но если будем по-старому работать, вот этот менеджмент, конечно, мы никогда не сумеем использовать эффективно вот эти большие инвестиции. Поэтому целью нашей программы на 4 года является именно улучшение системы управления всего сектора в Молдове. И это будет касаться и, значит, вот этих апоканалов и операторов, которые работают и в Гагаузии, и в других частях Республики Молдова. Так что впредь, значит, и юг Молдовии, регион, он включен в поле зрения и в наших планах швейцарского агентства. В Молдове действительно немало примеров успешной реализации проектов по модернизации системы доснежения и канализации. Один из них реализуется в районе Неспарень. Давайте посмотрим, как это происходит. Сюжет нам подготовили наши коллеги из студии Албасат. В 2016 году Регапрут станет основным источником питьевой воды для жителей города Неспарень, а также для тех, кто проживает в селах Ворзарежть и Грузешть. В настоящее время полным ходом ведутся работы в рамках проекта по восстановлению системы водоснабжения в этих населенных пунктах. А к июлю 2016 года каждый дом будет обеспечен водопроводом. Жители Неспарень возлагают большие надежды на реализацию данного проекта, поскольку в настоящий момент качество воды в большинстве местных колодцев не соответствует санитарным нормам. Это правильное решение. У меня, например, нет воды и таскать очень тяжело, так что если есть возможность протянуть нам воду, то это очень хорошее дело. Было бы неплохо, вот только чтобы не свелось все к пустым обещаниям, как у нас часто бывает. По словам директора проекта Ортвина Мауэра, жители Неспарень в Арзареште Грузеште начнут пользоваться водопроводом в июле 2016 года. Таким образом, вклад населения состоит из двух частей. Первое – это значение их непосредственного участия, поэтому население необходимо убедить в том, насколько важен подобный проект. Кроме того, люди должны знать, что это платная услуга, и даже если они не оплачивают прокладку водопровода, то в любом случае сама вода не может быть бесплатной, и что им необходимо рассчитываться за неё. Неспарень в Арзареште Грузеште являются самыми обойдёнными населёнными пунктами республики с точки зрения социально-экономического развития, в том числе в плане водоснабжения и строительства очистных сооружений. Существующая в настоящее время система водоснабжения не обеспечивает население качественной питьевой водой в требуемых объёмах, а вода, которой пользуются жители, не отвечает санитарным нормам. Что послужит повышению уровня жизни людей и укреплению их здоровья. Бывший примар села Грузеште Елена Добзеу утверждает, что вышеупомянутый проект имеет огромное значение для всех жителей данного региона. В селе Грузеште нет питьевой воды. Лишь 12 из 180 имеющихся здесь колодцев вода пригодна для питья, а в основном она очень загрязнена. Проект предусматривает строительство системы водоснабжения из реки Пруд. Кроме того, будет создано предприятие, введение которого будет находиться инфраструктура данной системы. Вместе с тем будут разработаны санитарные меры и проведено исследование на предмет установки приоритетов в этой области. Первое очистное сооружение воды, поступающее из Прута, построено на 70% и будет сдано в эксплуатацию в конце ноября. Насосная станция, прилегающая к очистному сооружению, готова на 90%. Затем следует станция по регулировке напора воды. Уровень её готовности около 80%. После чего мы приступим к строительству резервуаров в ниспорении в Арзареште. Проект стоимостью в 11,3 миллиона леев финансируется на средства, предоставленные Европейским Союзом, Австрийским Агентством по Развитию и Швейцарским Агентством по Развитию и Сотрудничеству. Мы вновь вернулись в студию города Камрад и у меня вопрос к нашим участникам. Господин Тарнасткий, скажите честно, позавидовали своим коллегам из Ниспорен? Значит, мы сами много работаем с международными донорами, много проекта выиграли и мы не завидуем, нам приятно, что в Ниспоренах получился этот проект. Еще раз хотел бы подчеркнуть, что ЮГ не менее нуждается в таких проектах и очень бы хотелось, чтобы международные доноры обращали внимание и на наши проблемы. Мы с удовольствием будем участвовать в этих конкурсах, а нашим коллегам желаем успешного завершения этого проекта. Госпожа ГГУС, а если бы у вас сегодня была возможность обратиться в какой-то фонд или в какую-то организацию, то проект направленный на что вы бы представили в первую очередь? Сегодня у нас есть проект Министерства экологии на водоснабжение микрорайона Танка. Проект написали от имени Суканала. Нам в прошлом году выделили энную сумму денег. Сейчас мы представили второй этап данного проекта. Речь идет о одном миллионе. Если этот миллион в этом году выделят нам, то мы завершим не данный микрорайон провести водопровод, а это 500 дополнительных абонентов. И люди уйдут от той воды, которую они сегодня употребляют, техническую лозуру с ГГУСКОПа. Господин Примар, как вы думаете, на что в первую очередь необходимо направить инвестиции? Вот представьте себе, что они у вас есть. На реконструкцию старых сетей или на прокладку новых? Естественно, прокладку новых сетей, особенно там, где чаще всего аварии бывают. Но я хотел бы в пользу случая обратиться к нашим республикальницким властям, чтобы ситуацию в стране немножко дебюрократизировали. Чтобы мы не бились в кабинеты министерств для того, чтобы нам выделили те средства, которые у нас удержали ранее в виде налогов. Почему-то сегодня одному району могут дать на реконструкции очистных сооружений. Город Камрад выиграл, значит, 24 миллиона и всего лишь полтора миллиона получил. Мы что должны искать родственников? Вот этот вопрос меня больше всего интересует. Если мы хотим иметь хороший менеджмент, разделите, пожалуйста, те средства, которые удерживают со всех регионов пропорционально. Потом будем говорить о менеджменте. Сегодня, получив огромную сумму средств в какой-то район и говорить о хорошем менеджменте, нельзя. Дайте нам огромные средства, мы наведем менеджмент. У вас есть возможность сейчас задать вопрос непосредственно представителям властей, представителям фондов. Пожалуйста. Естественно. У меня есть вопрос в первую очередь, конечно, по очистным сооружениям, потому что сколько я сегодня здесь нахожусь в качестве чиновника уже. Я сегодня, даже изучив по дорожному налогу, по дорожному сбору, когда я вижу, что город Камрад 500 тысяч лей, город Унгена 7,5 миллионов, или Чемешлийский район 21 миллион здесь рядом, то есть я вижу вот эту несправедливость, которая длится несколько лет подряд и думаю, что ситуация именно водоснабжения в части экологии точно такая же. Вот сегодня все-таки мы получим вот эти средства на канализацию. Первую очередь, меня она интересует. Водоснабжение, я думаю, что в трассах это не такое сильно дорогостоящее. Мы будем привлекать инвесторов, сами будем менеджмент налаживать, это тоже имеет место. Нельзя говорить, что у нас хороший менеджмент на предприятии, но очистные сооружения это экологическая катастрофа, которая может разрастись. Почему нужно сегодня ждать, пока она выйдет из своих рубежей? Мы сегодня получим вот эти средства все-таки или нет? Вот вопрос. Это вопрос к представителям Министерства окружающей среды. Вопрос уже был задан по поводу экологического национального фонда о выделении средств по проекту, который был представлен в этот. Я не буду повторяться. Я хочу отметить, что утверждение «дайте нам денег и у нас все будет хорошо» это совершенно неактуально и неправильно. Это уже было доказано ни в один и ни в два случая. И пример тому, что нужно развивать не только способности взять денег и построить что-то, но нужно развивать действительно менеджмент. Это слово, которое сегодня повторялось много раз и представителям швейцарского агентства и всеми представителям повторяется, что менеджмент услуг, менеджмент предприятия нужно менять. Стратегия предусматривает разработка плана водоснабжения и канализации для региона, для одной местности. Это является еще примером Яловенского района, который разработал первую часть такого плана. Он еще донорами рассматривается как мастер-план. Это план долгосрочных и среднесрочных инвестиционных требований, которые нуждаются не частично один сектор или один участок микрорайона, но это план инвестиций, на который будут ориентироваться доноры, будут ориентироваться все министерства и все местные власти управления по привлечению инвестиций. Именно нужно начинать с изучения законодательной базы, стратегии, закона и сделать бизнес-план предприятия, вместе с местными органами власти разработать все планы, планы городостроительства, планы благоустройства территории, планы водоснабжения и канализации, которые включают в себя и те действия, и те приоритетные мероприятия, которые подлежат в первую очередь для привлечения инвестиций. Коротко хотел добавить к тому, что госпожа Тронза сказала, что действительно экологическая ситуация обостряется. И обостряется в первую очередь из-за нашей небрежности, из-за того, что мы решаем проблемы не так, как должны были решаться в цивилизованных странах. К примеру, я видел во многих населенных пунктах и в сельской местности, и в городской местности, что на первом месте как приоритет местные власти люди говорят «дайте нам воду», «приведите сюда воду». Да, мы понимаем, что вода это источник жизни, вода необходимость первая, но когда мы подключаем дома, когда мы подключаем людей к воде, мы создаем другую проблему для себя же и для окружающей среды. Это канализация, это сточные воды. То есть я видел, когда на первом плане ставится «дайте воду любой ценой, но не думает о том, как потом эту воду, которую используют люди, как она будет очищаться и какой будет эффект на окружающую среду. Поэтому я хочу сказать, что мы швейцарское агентство очень строго подходит к этим вопросам и впредь эти инвестиционные проекты, на которые мы даем деньги, они пойдут и на водоснабжение и на канализацию. смотрим шире, мы не смотрим только на канализацию, но на санитацию, потому что канализация это только один метод очистки вод, но есть и другие, которые существуют и работают недалеко, даже у наших соседей. и второе, что я хочу сказать, еще раз подчеркнул, и это не мое персональное личное мнение, но это опыт многих стран и развитых, и те, которые смотрят на эту хорошую жизнь, и хотят тоже пройти эту дорогу. Это менеджмент. Еще раз хочу вам подчеркнуть, что корень всех проблем именно в этой области, в менеджменте. Можем мы выделить, не мы, а другие банки, мировой и европейский, миллионы евро, но если будем работать по-старому, если будем решать и будем мыслить, и стиль работы будет по-старому, эти деньги считайте, что как вода в песок ушли, и никакого долгосрочного эффекта нет. Поэтому надо вопросы решать, как говорится, комплексно. И инфраструктуру модернизировать, но в то же время и менеджмент, и стиль управления. Он должен соответственно улучшаться и модернизироваться. Давайте обсудим еще один аспект проблемы. Я думаю, что для многих городов Молдовы, для многих сел он также немаловажен. Это почасовая подача воды. Такая проблема, например, существует в Басарабяске, и такая проблема до недавнего времени существовала в Дрокии. Но она каким-то образом решилась. Вот каким именно мы узнаем из репортажа, который подготовили наши региональные коллеги. Многие проблемы социального характера решаются в Молдове за счет инвестиций и кредитов с Европы. В Дрокии реализуется проект, который может послужить примером. На протяжении многих лет дракиевчане получали водопроводную воду только 4 часа в сутки, и та была с ржавчиной. Администрации муниципального предприятия Апоканал за короткий срок удалось решить эту проблему. Два с половиной года тому назад я принял муниципальное предприятие Апоканал Дендротия. Предприятие было в очень запущенном состоянии. Заменили несколько насосов, поставили более экономные, заменили некоторые участки, которые были в очень аварийном состоянии. Представители голландской организации Вода НашМир два года назад посетили город Дрокия. Удивлением для них стал тот факт, что жители имеют возможность потреблять воду только несколько часов в сутки. Докриви. Когда я приехал четыре лет назад было очень холодно, 30 градусов below zero, в середине в середине и в Дрокия только четыре часа воды в день, так было довольно плохой ситуации. Я могу сказать, что из Холланд мы помогли с материалами, чтобы поддерживать Апоканал Дрокия. Организации Вода Наш Мир вместе с добровольцами, с которыми они сотрудничают, сделали свои вложения и установили новый насос, с помощью которого муниципальные предприятия Апоканал Дрокия снабжает город 24 часа в сутки. В городе частично обменяли старые трубы водоснабжения на новые. Теперь дрекиевчане имеют круглосуточно качественную питьевую воду. Учитывая, что Молдова находится в процессе внедрения соглашений об ассоциации Республика Молдова Евросоюз, появляются все новые проекты с финансированием из европейских фондов. Одним из таких проектов является и совместный проект по строительству очистных сооружений город Дрокия Молдова, Быстрица Носауз Румыния и город Черновцы Украина стоимостью 434 460 евро. Благодаря этому в городе Дрокия будет решена еще одна важная социальная проблема. Подводя итог всех обсуждений я бы хотела поинтересоваться у вас уважаемые участники каково ваше мнение о возможности привлечения инвестиций в систему водоснабжения и канализации конкретно в вашем регионе? Господин Примар давайте с вас начнем. Я согласен с нашими оппонентами и коллегами о том, что менеджмент на первом месте я в начале с твоего выступления так и сказал но когда мы говорим что сначала нужно провести канализацию сверху инфраструктуру это значит дорогу я вам привел пример о том что Камрад получил 500 тысяч лей рядом населенный пункт получил 7,5 миллионов лей и мы говорим о менеджменте получается те средства которые должны к нам сюда идти для того чтобы мы строили инфраструктуру они ушли они ушли в другой регион я согласен с вами о том что давать можно денег средств сколько угодно если нет хорошего менеджмента они исчезнут в никуда но мы говорим о открытости распределения налоговых средств которые платит каждый наш гражданин особенно автомобилисты сегодня я называю это воровством наверное один выплачивает у него отбирают и соседу отдают вот приблизительно есть такая же ситуация у нас в управлении экологии где мы выигрываем грант 21 миллион мы должны еще получить но этих средств почему-то нет и мы где-то слышим что хороший менеджмент да может быть мы не против дай бог чтобы в другом месте было но хотелось бы более прозрачно это видеть после этого говорить насчет менеджмента спасибо госпожа Гагауз а вы как считаете в чем причина того что в Гагаузию поступают мало инвестиций вот все что мы сегодня видели очень приятно но я не видела ни один сюжет где было сказано что все делалось собственными силами так оно и не делалось собственными силами не делалось и сегодня говорит о том что вот я беру наше предприятие что наше предприятие сможет что-то построить это из серии фантастики это невозможно понимаете то что мы сегодня увидели мы тоже пишем гранты мы тоже пишем гранты куда-то едем что-то выиграем ну где-то закрывает дверь прямо перед нами понимаете не всегда получается. И почему-то говорят, юг подождет. Я беру очистные сооружения. Проект был написан в премарии в муниципе Камрад. Я сама выезжала, отвозила проект. Это было 3 года назад. Выделили 1,5 миллиона. Оставшуюся сумму тоже я отвозила проект через премарию. Но в прошлом году не дали ни копейки. В этом году год заканчивается. Тоже ни копейки. О чем мы сегодня говорим? Да, сегодня можно... Ну, я не знаю, наладить какие-то... Действительно, что-то сделать, что-то поменять на предприятии. Но не имея средств, эти очистные не заработают. Ваше мнение о том, что прозвучало в сегодняшней передаче, именно в плане привлечения инвестиций? Я хочу все-таки на мажорной ноте заканчивать нашу встречу. Камраду тоже есть чем гордиться. И как и Дроки, мы с 2012 года поменяли все глубины насоса. И круглосуточно город имеет воду. Камрад один из самых сложных технологической подачи воды, потому что 25 километров водозабор расположен в подземный резервуар, откуда мы качаем. Поэтому вода у нас дороже изначально, чем в других местах. Но зато она очень высокого качества. И мы эту воду можем использовать и в пищевых целях. Нам не надо покупать бутилированную воду. Я хочу поблагодарить своих коллег, коллег, с которыми мы интерактивно общались, пусть они не обижаются. Может быть, мы немножко были остро в своих выступлениях. У нас общая проблема, общая задача сделать жизнь людей в части водоснабжения, водоотведения чуть-чуть комфортнее, чем она есть на сегодняшний день. И мы надеемся, что ЮГ будет, как и другие секторы Республики Молдова, в приоритетном направлении для решения этой проблемы. Спасибо. Уважаемые телезрители, на этом очередной выпуск передачи «Альтернатива» подошел к концу. Я благодарю участников, которые сегодня находились в Камрадской студии и экспертов, которые участвовали со стороны Кишинева. Спасибо вам за то, что вы пришли. Спасибо за ваше мнение, осуждение и ответы на вопросы. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!